Воровские кланы в Испании с целью консолидации земляков под крылом клана законников Мираба Сухумского в Испанию прибыл один из верных соратников Джангвиладзе Артем Сарксян, Артем Саратовский. Воровские кланы Джангвиладзе Аняни и братьев Шушанашвили враждовали не всегда. Их лидеров можно увидеть на совместных фотографиях вплоть до 2006 года. Когда же хранитель европейского общака Захарий Калашов, Шекро Молодой, был приговорен судом Мадрида за создание опкое отмывание средств к 9 годам тюрьмы и штрафу в 20 миллионов евро, между кланами Деду Хассана и Таро за контроль над европейским бизнесом воров в законе началась настоящая война. Аняни в ней безоговорочно поддержал его давний ближайший союзник Мираб Джангвиладзе. Воров в законе, слева, Кахабершушанашвили, Каха, Михаил Никурадзе, Луа, Давид Чхиквишвили, Дата Сургутский, Мираб Джангвиладзе, Мираб Сухумский, Звиад Дарсадзе, Звиад. Воров в законе, слева, Кахабершушанашвили, Каха, Михаил Никурадзе, Луа, Давид Чхиквишвили, Дата Сургутский, Мираб Джангвиладзе, Мираб Сухумский, Звиад Дарсадзе, Звиад. 56-летний вор в законе Мираб Джангвиладзе, Мираб Сухумский, лидер одного из наиболее крупных европейских воровских кланов-выходцев из Грузии. В 1991 году вместе с Триэлом Аняне, Таро, уехал в Европу. После суда над Шекром молодым, бегства Аняне от испанского правосудия, его ареста из суда в России, клан Джангвиладзе оказался в авангарде борьбы с дедовскими эмиссарами в Европе, братьями Шушанашвили. Летом 2013 года Джангвиладзе сам был арестован венгерскими силовиками в Будапеште и отконвоирован в итальянский город Бари. Сначала его обвиняли в организации убийства грузинского бизнесмена Реваза Чурадзе, однако доказать это не удалось. В результате Мираб Сухумский был приговорен в 2014 году итальянским судом к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы за вымогательство, подделку документов и отмывание денег. В 2016 году, отбыв часть срока, был отпущен под домашний арест, который также отбывал в Бари. В ноябре 2016 года представители ГУР МВД РФ навестили Джангвиладзе в Италии и вручили ему постановление по жизненном запрете на въезд в Россию. С тех пор стороны регулярно обменивались ударами, как дипломатическими в борьбе за поддержку воровской среды, выражавшимися в виде прогонов о развенчании лидеров враждебного лагеря, так и физически уничтожая друг друга. В апреле 2008 года Дед Хасан, Печуга и Пончик поставили под сомнение воровской статус Аняни и его сторонников, Мираба Джангвиладзе, Александра Тимошенко, Тимоха Гомельский, и Дмитрия Галеева, Галей. В ответ на это Аняня, заручившись поддержкой других воров, добивается развенчания Лаши Руставского. 18 марта 2010 года в Марселе киллеры с третьей попытки убили соратника Мираба Сухумского, вора в законе Владимира Джанаши, Лада. В ноябре 2008 неизвестные расстреляли приближенного к Таро коммерсанта Гелуцарцвадзе, который, несмотря на множественные ранения, выжил, но навсегда остался прикован к инвалидному креслу. На следующий год на западе Москвы был застрелен представителю Саяновского клана, уроженец Сочи Олег Минолян, известный в криминальных кругах как Олег Сочинский. Следом за ним, вор в законе Андрей Голубев по прозвищу Скиф и авторитет Александр Корсаков, Корсак, хотя причастность к этим убийствам клана Аняни Джангвиладзе до сих точно не установлена. 28 июля 2009 года в Москве на выходе из ресторана Тайский Слон на Хорошевском шоссе в живот был ранен и впоследствии скончался Вячеслав Иваньков, япончик, а спустя год, 10 мая 2010 года в Греции был застрелен Малхас Кития по прозвищу Махония, которого считали вероятным организатором покушения на Иванькова. 16 сентября того же года киллер ранил самого деда Хасана, но тот выжил. В августе 2011 года в одном из баров Бельгии по приказу Мираба Сухумского были жестоко избиты и получили множественные ножевые ранения родственник Калашова вор в законе Давид Азманов, дата Краснодарский, и авторитет Роман Манукян, входивший в клан деда Хасана. Примерно в это же время в Москве в собственном автомобиле был убит подполковник МВД Тамас Браипа кличке Тамазик, которого считали человеком деда Хасана в силовых структурах. В апреле 2012 года в столице был застрелен еще один поверенный деда Хасана, отвечавший за связи со спецслужбами и правоохранителями, авторитет Эльгард Жабраилов, Ден Абаш. В сентябре этого же года, по данным итальянской полиции, Мираб Сухумский и представители других кланов, также враждовавшие с дедом Хасаном, Равшин Джаниев, Равшин Лин Каранский, Джамал Микеладзе, Джемма, и участвующие в беседе по телефону о няне, договорились об убийстве самого Саяна. 16 января 2013 года во дворе ресторана Старый Файтон Дед Хасан был застрелен киллером из бесшумного автоматовал. На несколько лет война между кланами затихла, однако не прекратилось. В 2017 году в Турции было совершено покушение на вора в законе из клана Аняни Гачу Алпаидзе, Алфасон. Однако он выжил, а в декабре в Стамбуле был застрелен еще один сподвижник Таро, вор в законе Давида Алханашвили, Дата Панкистский, которого, по одной из версий, убили в отместку за покушение на племянника шакра молодого Дата Азманова, Дата Краснодарский, в 2011 году в Бельгии. Теперь же, когда братья Шушанашвили и целый ряд ключевых представителей их клана, в том числе греки Чакур и Нода Голданский, оказались, и по всей видимости, надолго, в тюрьме, а их криминальные структуры основательно зачищены французскими, испанскими и греческими полицейскими, для клана Аняни Джанг Виладзе наступил политически важный момент для реванша. И место для передела Европейской поляны также было выбрано неспроста.